Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 19 июня, воскресенье. Я всех поздравляю с воскресным днем и желаю вам радости от Христа Спасителя. В сегодняшний день свои именины отмечают христиане, нареченные в честь святых. Виссариона, Иллариона, Рафаила, Феклы, Ионы, Паисия. Пусть мир и Божье благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в трудах и заботах. Сегодня первое воскресенье после праздника Святой Пасхи. И оно называется «Неделя всех святых». Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угодники Божьи, безвестно подвязавшиеся, неявленные церкви, то, чтобы не оставить их без чествования, Святая Церковь установила день, в который прославляет всех от века Богу угодивших, чтобы не осталось никого, не прославляемого ею. Творить же этот час после сошествия Святого Духа узаконила она потому, что святые соделались и соделываются святыми благодатью Святого Духа. Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов. Она же вводит в борьбу со страстями и похотьми и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать, учит нас нынешняя Евангелие. Оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало и мы этому указанию. Каждый из нас при крещении наречен именем одного из святых, в которых слава Божия, Его блеск, Его красота воссияла. Каждый из нас посвящен Его памяти. Каждый из нас отдан под Его личное, любовное, строгое покровительство. Строгое, потому что путь Господень не широк и не легок, путь Господень узок и строг. И каждый из святых, прошедший этим путем, нас зовет за собой идти, этой тропой, этим путем. И перед каждым из нас стоит задача последовать за Христом по примеру святого или той святой, имя которого нам дано. Это не значит стараться прожить той именно жизнью, которой Он прожил. Но это значит научиться от Него, как живут те, которые хотят следовать за Христом. Каждый по-своему. Каждый неповторимым, единственным образом. Потому что каждый из нас неповторим. Путь Господень — это путь отречения от себя ради чего-то, что больше нас, но не такое отречение от себя, которое значило бы, что мы перестаем быть собой. Это признание, что наша природа, наше призвание выше нас самих, и что мы должны себя перерасти из мелких, малых, стать великими. Мы призваны вырасти в полную меру того, что Господь задумал о каждом из нас. Как выросли в свою меру те святые, которые глубоко приняли в сердце Евангелия Господня и прожили согласно Ему. Вот призыв, который обращен нам всеми святыми устами святого Иоанна Златоустого. «Не хвалите нас, не воспевайте нас, а уподобьтесь нам, святой Иоанн говорит здесь о том, что мы напрасно воспеваем хвалу, напрасно поем славу святых, если мы не стараемся подобно им быть христианами всей жизнью, и умом, и сердцем, и волей, и плотью, всем своим существом. Если мы хотим дать славу святым, прославить своего святого, оправдать, что нам доверено это имя, мы должны научиться жить так, как жил Он, как жил Христос, как призваны жить им. Иначе каждая похвала, которую мы произносим святому, нам будет когда-нибудь упреком, знал и не творил. Избежим же этого, вдохновимся той неизреченной красотой Евангелия, той дивной красотой образа Христа Спасителя, той отраженной божественной красотой, которую мы видим во святых, прирастем себя. Станем и мы достойными своего звания человека, христианина, достойными того имени, которое нам дано, которое нам доверено. Желаю вам всего хорошего, Божье благословение да пребудет с вами. Божье благословение да пребудет с вами.